Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас началась уже зима, ну как у нас уже зима, можно сказать, уже и снег лежит и все. И самое время поговорить о самых вот таких темах, о которых ни летом, ни осенью у нас времени не хватает говорить, по крайней мере у меня. И вот день назад я подняла тему, вернее у меня зрители подняли в Одноклассниках, с каких кистей нужно брать семена томатов. Мы разговаривали на эту тему и тут же из этой темы плавно вылилась другая тема, не менее важная. Можно ли брать семена, то есть заготавливать свои семена для посева с зеленых томатов. Но если там мнения расходились, с каких кистей, там с первой, со второй или с третьей, переопуляются или не переопуляются, то тут вообще мнения кардинально разделились. Кто-то говорит, что только со спелых, кто-то говорит, что с зеленых можно и удачно, кто-то вообще не знает и об этом ничего не слышал, я сейчас выскажу свое мнение. Вернее не мое мнение, а мои наблюдения многолетние. Я же много лет уже занимаюсь, все это знаю. Я расскажу вот то, что знаю я. Остальное может быть добавить какие-то там статьи из интернета, почитаете. По крайней мере этот вопрос будет для вас ясен. Смотрите, мы всегда, ну вот я всегда, собираю семена, желательно со спелых все-таки. Вот они поспели. Даже не обязательно, я сначала в первые годы ждала, даже когда она переспеет, поспеет. Но сейчас я поняла, что разницы нет. Достаточно, чтобы полностью сформировался плод, приобрел расцветку, характерную для своего сорта. Все, я его снимаю. Когда-то он полежит несколько дней, когда-то я сразу начинаю семена добывать. Все. Другой вопрос, что бывает у людей ситуация, когда они не могут дождаться вот этого красного плода. Да, особенно если сорт, например, индотерминатный, позднеспелый, если рос он на улице, теплицы нет. А семена очень хочется взять, но может быть дорогой сорт. Кто-то дал, подарил. Покупать этого сорта уже нет возможности, и вам нужно взять семя. Многие говорят, что можно с бурого брать. Вот только начинает буреть, и можно брать. Да, действительно. Бурый томат, если он в фазе меланжевой зрелости. С него, если, ну как, не сразу брать. Его, если возьмешь дома, на подоконник, на тарелочку, на столе пусть полежит. До полного приобретения цвета, характерного этому сорту, дойдет, и можно взять. Это будут точно такие же полноценные семена. Жизнеспособные. Все. Значит, мы решили, полностью спелый идет. И бурый, который называется фаза меланжевой зрелости, тоже идет. Вот они идентичны, ничем они один другого не хуже. Потом идет фаза молочной зрелости. Вы знаете, что до того, как он побуреет, томат может, ну так, сначала он совсем зеленый, потом он может чуть-чуть-чуть посветлеть. Он еще, никаких, даже проблецков нет, полосок, но его уже видно от зеленого, он отличается, что фаза молочной зрелости он собрался уже буреть. Вот этот томат тоже можно брать, потому что, смотрите, объясню почему. Потому что он уже полностью дорос до того определенного размера, каким он будет. И раз плод сформированный, значит, семена там уже тоже такого размера, как нужно, то есть полноценные. Но в фазе молочной зрелости у вас всегда есть опасность, что всхожесть будет немножко меньше все-таки, чем у спелого и чем у того, который в фазе бурой. Но все равно, вы для себя можете взять эти семена, вы можете взять эту помидорку, положить также на окошко или куда-то на тарелочку на стол. Она покраснеет или пожелтеет, вы возьмете семена, но вы всегда в уме имейте в виду, что для высева таких семян нужно немножко больше сеять, потому что она все-таки была недозрелая, и вдруг там какие-то семена некачественные попадутся, ну, некоторое количество. Дошли совсем до зеленых. Совсем зеленые семена, которые еще не молочные и даже не меланжевые, и тем более не спелые. Вот совсем зеленые томаты. И тут тоже две разных ситуации. Смотрите, или вы томат возьмете зеленый, но который уже сформировался, уже вырос до такого размера, который, ну, до окончательного своего размера вырос, просто он зеленый. Это один вариант. А другой вариант, когда вы возьмете зеленый, но он еще не дорос, то есть плод не сформировался, и вот те самые опасные, ну, не то что опасные, а там будут семена хуже всего. Сейчас объясню, почему. Если плод сам не сформировался до конца и не вырос, насколько нужно, например, в два раза меньше, но он хороший, целый, не больной, вы хотите взять с него семена, вы имейте в виду, если плод еще недоразвился, значит, семена в нем тоже недоразвитые. И, возьму вот пример, если, например, он перцевидной формы, то когда вы его, ну, он поспеет, все, вы его разрежете. Когда вы его разрежете, обратите внимание, в начале томата и в конце томата будут семечки маленькие и пустые. Поэтому, если вы возьмете всю массу семян, например, высевать, вы, может быть, получите 50% сходов или только 30%. Взойдут те, которые внутри пузика были, не в носике и не в жопке, а вот внутри, там, где самое утолщение. Ну, и также, даже из круглого, в носике будет недоразвитые там. И с зеленых томатов, конечно, можно получить семена, но делать это нужно только в тех крайних случаях, когда вот у вас, он последний шанс взять этот сорт. И когда вы берете только для себя, и вы знаете, что, ну, вырастут, вырастут, не вырастут, ну, ладно, значит, не получилось. Можно получить с них сходы, но стопроцентные сходы с зеленых семян никогда не бывают, это во-первых. А во-вторых, они все равно слабее, потому что они еще той энергии от мамочки помидорки, той силы не получили. Ведь вся вот эта вот такая, как финальная, как сказать, финальная поддержка вот от матери, она пойдет именно тогда, когда они уже будут здоровые. И еще хочу сказать, еще есть разные сорта. Некоторый сорт, когда зеленый томат дозреет, его разрежешь, там почти все пустые, очень мало целых таких полновесных. А есть сорта, которые умудряются, даже сорванные зелеными, как бы вам выразиться, всю силу помидорка отдает вот этим семенам, они умудряются там еще из недозрелых сделаться в нормальные крупные семена превратиться, и у них всхожесть больше. Это сорта обычно те, которые, как их называть, ну, вот эти сорта дворняжки, которые неблагородные, которые скороспелки, которые вот такие мелкие, которые немножко кисловатые, не те, которые бифтоматы. Но это, короче, те, которые попроще и понеприхотливее, у тех и семена, они как бы, больше у них силы вот этой жажды жизни, что ли. Вот так же, как с собаками. Почему-то у собак-дворняжек всегда и больше щенков, и они здоровее, без прививок, выживают все. А вот у породистых собачек, с щенка очень трудно выходить, он слабенький такой. Вот с помидорами все точно так же. Если подвести итог, и вот на основании моего многолетнего опыта, я могу сказать, семена можно брать с любых томатов, но только будет разный результат. Соспелого вы возьмете, это будет стопроцентная почти всхожесть, гарантия, что оно будет сильное, что оно будет крепкое, из него самая хорошая рассада, самые здоровые растения. Можно брать с бурова, который вы в фазе меланжевой зрелости сорвете, оно у вас дозреет, и семена не намного будут отличаться вот от этого, они тоже могут быть стопроцентные всхожести, они тоже могут быть здоровые и сильные. С молочной зрелости, если фаза молочной зрелости вы сорвете, там уже это как рулетка, это как типа, что вы в рулетку сыграете, может быть большая всхожесть, может быть схожесть совсем маленькая, 30-20%, тут уже серединка наполовинка. Ну а в зеленых семенах, если вы взорвете зеленый плод и захотите взять оттуда семена, то вы уже будьте готовы к тому, что возможно даже ни одно семечко не взойдет из этого плода, смотря в какой фазе вы сорвали. Если она вот только помидорка сформировалась, вы ее сняли зеленую и положили, она, конечно, покраснеет, она, конечно, поспеет, но семена там будут недоразвитые. И вот с зеленых, когда вы берете семена, вы уже готовьте себя к тому, что всхожесть будет совсем маленькая и может быть даже никакая. Вот такой у нас разброс по томатам. Но опять же хочу заметить, иногда природа такие чудеса выдает, что из зеленого томата получается 100% всхожесть, а взятая со спелого, я вот слышу у многих, взяли нормальные со спелого томата, нет всхожести. Это еще зависит от многого, и, конечно, это зависит от нас, от наших действий во время посева. Как мы посеем, чем мы их. Многие умерщвляют свои семена во время предпосевной подготовки, но это совсем, это будем весной об этом говорить. Все, до свидания. Это была тема, можно ли брать семена с зеленых томатов.